Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком, программа «Без антракта», я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас, наконец-то, гость студии после долгих моих онлайн-каких-то встреч, гость студии Ренис Сухановс. Доброе утро. Доброе утро. Я не просто так позвала Ренисы. На самом деле, обсудить можно было бы позвать на три или четыре программы, потому что говорить можно тем для разговора у меня с Ренисом очень много. Но самая главная тема, которую я хочу сегодня обсудить, это поговорить о фестивале в Алмере, театральном фестивале, который пройдет в первые выходные августа. Это происходит каждый год. Ну да, семь год. Седьмой год уже в этом году. Да. И вы начинали с такой пробы, да, это было непонятно, как все пойдет, получится. И потом начали обрастать, обрастать. И я смотрю, в этом году программа уже очень большая. Вы выросли, вы уже не два и не три дня, вы уже ушли в четвертый день. Но расскажи, пожалуйста, что такое, почему Валмеры, почему лето, почему вот эти выходные, что вообще, что за миссия у фестиваля, что за миссия у тебя, как у его... Для меня это самая главная миссия, театр лета. Это летний спектакль. Я очень много видел Эстонии и Свенской, тут Скандинавии, тут... Это очень популярно. Делают хорошие спектакли, хорошие актеры. И, ну, конечно, атмосфера лета. Праздник. Праздник. И праздник театра. И если есть фестиваль, тут две очень важные штуки. Есть интересные комбинации артистов, актеры, танц... Танцоры, художники. Ну, тут есть возможности. И все живут в Валмере. Маленький город. Все как одна компания. Этому году будет большая новость. Будет клуб фестиваля. Ага, так еще по ночам будете танцевать. Окей. Да, будем... Ну, будет чуть-чуть... И клуб будет называться Бухема. Ну, Бухема. Ну, как... Так все, как театр. Ну, и, конечно, зрители. Для зрителей это большая возможность один уикенд смотреть абсолютно другие спектакли. Есть драматические спектакли, есть музыкальные спектакли, есть спектакли для детей. И так и так. Ну, очень много перформансов ведь у вас, художественных высказываний. Да, да, да. И необычных спектаклей путешествий по городу, или там, не знаю, как в прошлом году по школе был большой. Да, да, да. А Кристо Буран. Но это, ну, самое главное, для фестиваля это спектакль, ну, я скажу, никогда, но был, может быть, один раз спектакль театра, но самое главное, город — это сцена. Город — это... Ну, извини, спектакль театра — это то, что делал Мартин Шейх, когда по твари играли, другое еще. Нет, 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 был один, ну, как... Потому что спектакль Мартин Шейх — это же тоже был такой спектакль театра, который потом играл с театрой в Валмере. Потом играл. Но премьера же была у вас, и она была необычной очень, да. Это всегда очень важно. Премьеру делать как в город, куда ты просто... Город — это сценография. И для меня это интересно. Вот, наконец, ты сказала о самом главном, что я хотела спросить у тебя. И для меня много раз люди спрашивают, почему ты сам не делаешь спектакль? Я скажу, я тут... Для меня это все фестиваль. Один спектакль. И один спектакль. И каждый спектакль как... Ну, как часть вот этого одного большого твоего спектакля. Да, да, да. Вот это очень интересная тема, про которую мне всегда хочется говорить с людьми. Вот я от тебя это услышала и очень обрадовалась этой теме. Потому что для меня, например, тоже, когда я делала фестиваль в Москве, для меня всегда фестиваль — это такое, один большой какое-то художественное высказывание. Целиком оно есть. Ну, то есть ты не можешь вытащить один спектакль и сказать, ну, так и было. Оно как бы сразу как будто бы удаляет действительно необходимую часть. Вот это все вместе, и как оно существует, и как оно распределено в городе, и как каждый спектакль вписан в свое пространство. Я думаю, что для тебя это самая важная работа, и для художника, и для режиссера. И вот это все ты объединяешь в этой своей работе над фестивалем. Да, 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 да. И этому году, конечно, после ковида, мы делали время ковида тоже был фестиваль, но это все, как они, и рубежо, ими, ну... Ну да, с расстоянием между зрителями. Да, да, да. Возможно, только 10 зрителей или 20, ну не знаю, это все. И, ну, мы подумали, ну, надо делать какой большой-большой праздник. И после года ковида есть две спектакли, которые есть тоже номинации и призы спелмена на акции. Это Узвара Мирклес, Валтерса Силес, и Паула Плеявнец, и Квадрофронтс, Мария и Зибенц. Один-одна была премьера в 20-м году летом. Вы сыграли в рамках вашего фестиваля спектакля Валтера Силеса о футболе, который называется «Победа как мгновение». Да. И второй спектакль, который вы сыграли в прошлом году, это компания «Квадрофронтс», и Паула Плеявнец делала с ними этот спектакль. И он тоже как бы вызвал большой интерес, и ты хочешь сказать, что вы их сохранили в программе. Да, да, да. Это первое исключение из правила? Нет, нет. Было уже? Да, так я делаю. Но это просто дает какой, ну, базы. Это как чуть-чуть базы. Ну, вот так. И, наконец, все могут увидеть. Да. Те, кто пропустили. Да, 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 да. И потом будет этот тур тоже. Будем гастроли делать. В Риге будет «Узвара и Миркуз». А где вы будете в Риге играть? Да. Это же специальный очень спектакль. Он может играться на футбольном поле только. Да, оно тут будет. Один школа, да, да, куда-то, белорусская школа, по-моему. Договорились с какой-то школой? Да, 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 да. Вот это очень тоже интересный вопрос. Как город вообще, насколько город открыт, насколько город предоставляет эти площадки, дворы, вот жители, у которых под окнами что-то там с утра до ночи происходит? Все, 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 семь, семь годов и все всегда открыты. Всегда. И никто не жалуется, что у него под окнами шумят? Нет, нет, никогда. Никогда? Никогда. Какие прекрасные жители в Ламбере. И дают материалы, дают электричество, ну, помогают очень много. Ну, тут, ну, вообще, этому году будет, по-моему, 400 артистов. То есть, Валя. А скажи, да, это тоже очень интересный вопрос. Я расскажу, что очень важно для этого. Вот то, о чем ты начал говорить, мы быстро очень проговорили, я хочу к этой теме вернуться. Фестиваль в Ламбере дает возможность собрать незнакомые коллаборации актеров и художников. То есть, те, кто в своем театре этого не делают, ты можешь набрать любых актеров из любых театров, предложить им эту летнюю работу. Если они соглашаются, то любой режиссер может работать с любым артистом. И с тем, с кем он может быть, там, не знаю, в сезоне и не встретиться никогда, правильно? И так же актеры друг с другом работают, ты перемешиваешь всех в своем фестивале, да? Это такой, получается, большой-большой микс латышского театра. Да, 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 так и есть. Да. И как долго готовится эта вся история? Как долго начнут, как ты, ты уже сейчас думаешь про следующий год, и уже сейчас ведешь переговоры про следующий год? Ну, мы работаем, я, первые три года я работал только один. Сейчас у меня есть коллега, тоже директор по программе, по программе детской, спектакль детской программы, Янис Нотенш. И он уже сейчас изготовил последующий год, какой будет больше фокус на детский спектакль. То есть вы чередуете, у вас один год такая программа для разных, ну, как бы для всех? Всегда главная аудитория фамилии. Фамилия детям. Да, неважно, ну, как атмосфера фамилии такая. Каждый второй год фокус, например, премьеры или детские спектакли, или... Взрослые? Ну, да. Для взрослых? Да, да. В этом году программа для взрослых в основном, да? То есть вот все, что вы делаете в этом году, именно к этому году, это фокус больше для взрослых. Но при этом все равно детские спектакли вы тоже привозите и показываете. Тут и есть, да. Как мне нравилась эта сказка «Двора», как она называлась, пока он с... Отзываясь. Да, 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 жители. Да, да, да. Ой, надо вам еще было бы, конечно, сыграть разочек для детей, он прекрасный. Да, да, да. Он же был тоже для вас сделан, да? Да, 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 конечно. Показан несколько раз уже, да? Все спектакли, но это наш фестиваль, фестиваль... Премьер. Премьер и мастерская, не мастерская, резиденция. Ага. Ну, как... Это самый хороший сейчас момент, когда в Валмире есть много-много артистов, работают три недели на место, 10-15 час... В день, да? В день, да? Работают, работают, да? То есть условие, что все артисты накануне фестиваля, в июле, ну, там, конечно, они, наверное, как-то распределяются своими, своей занятий, приезжают и три недели готовят свои спектакли. Да. Живут в Валмире. Да, да, да. Едят в Валмире. Да, да, да. Выезжать нельзя, у вас такая коммуна там, да, художественная такая, такой принцип. То есть ты собираешь такой выездной, даже не знаю, как это назвать, выездной латышский театр ты делаешь. Ну, да, но это, если так честно говоря, это и есть театр. 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 Есть вместе. Да. С процессом подготовки. Есть семь премьер, все ординальные работы. Это репертуар, это программа. И, ну да, ну это как... И просто этот театр работает... Один месяц. Для зрителей, да. Для зрителей четыре дня. Четыре дня для художника месяц, а для продюсера в год. Ага. Ну так. Год, месяц, наверное. То есть ты превращаешь город Валмиру на один месяц, ну так скажем, да, на один месяц, одно большое театральное пространство. Угу. Угу. Скажи, пожалуйста, зрители приезжают, они утром приезжают, вечером уезжают. Если это из Риги или еще откуда-то. Да, ну есть, есть другой вариант. Есть такие зрители, которые живут в Валмире. Есть такие... Ну, валмирские жители, да. Да. Которые приезжают на четыре дня. Да ты что? Да. То есть сейчас в Валмире уже гостиницу снять нельзя, я думаю. Ну, будет место палатки. А вы делаете палаточный городок? А где у вас будет палаточный городок? В центре Валмиры. В центре Валмиры будет палаточный городок? Ну, тут есть двор такой, да? Река. Река где есть. Парк там есть. Да, тут парк и будет одно место, вот, ну, закрытая территория, где будет... То есть ты можешь взять свою семью. Да. Взять палатку. Да. Будет душа. Приехать. И у тебя там будет все для того, чтобы можно было жить. Правильно? То есть будут туалеты, души. Да. И какой-то можно чай пить делать там, да? Ну, да, да, да. Вода какая-то будет. Ну, такой простой вариант, но все будет, да. То есть не обязательно в гостинице жить? Да. Ну, по-моему, в гостинице больше нету. Я вот все время думаю о том... В Цейсис, может быть. Ну, да, может быть, в Цейсисе где-то. То, да, в Цейсисе, возможно, это все-таки не так далеко, если машина есть. Да, да, да. Это же велосипедом, наверное, не так далеко. Ну, это как легенда... 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 Первый или второй год был один, фамилия, приехал в Алмир посмотреть спектакль один день. Понял, это очень круто. И остался. И просто остался, и остался в машине, в центре, в Алмире из Пауна. Ну, так. Ну, и они как... Да. Ну, вот этим отличается твой фестиваль от многих летних фестивалей, которые, ну, происходят во всей Европе, когда... Да, и с улицы, вот сейчас в Авеньоне фестиваль большой, да, где Кирилл представил свой спектакль. Я как снимаю, мы тоже тут. Да, и композитор латышский с ним, да. Ну, как он делает потом здесь, это самый большой в концерт. Который с Мартиншем Мерсом, да, они делают? Да, да, да. Режиссер, я видела, да? Валмирский актер, актер из театра Валмиры. И там люди приезжают, но там спектакли не создают, это просто набор спектаклей, которые собираются заранее. Фестиваль является сопродюсером, да, многих спектаклей. Вот Кирилл уже спектакль, это же был авеньонский фестиваль, как бы вкладывался в премьеру, для того, чтобы иметь потом премьеру у себя на фестивале. И это разные схемы создания спектаклей, но твой фестиваль принципиально создаётся вот на эти четыре дня, такая удивительная бабочка, которая живёт вот только эти четыре дня. и больше нет. Да, да, да. И это уникальный случай. Да, ну, для меня, это как первый вариант, фестиваль, как рынок, да? Ну, где покупают самый лучший... Маркет, так что, да. Да, маркет, да, рынок, да? Да, да, правильно. Самый лучший спектакль или так. А здесь, ну, как, да. То есть для тебя это художественное... Как жизнь есть. Художественное выражение ещё плюс ко всему. Это не просто ты там ходишь и отбираешь, что тебе нравится, не нравится, а это создаётся специально. Но при этом я хочу сказать, что если зрителям интересно вообще, что происходит в Латвичском театре, на этот фестиваль надо ехать тоже. Вы не увидите потом эти спектакли, это уникальный показ, но понять, что представляют из себя каждый из художников, которые являются участниками программы, можно идеально, потому что ты даёшь возможность реализовать то, что они, может быть, в театре сделать не смогут. И реализовать такую кампанию, в которой они в театре сделать не смогут. Потому что если мы вернёмся к спектаклю, который будет показан в четверг и в пятницу, в два вечера, это спектакль Валтера Силеса «Победа как мгновение», вряд ли он когда-нибудь смог бы сделать такой спектакль где-то в каком-то театре. Это же вот определённые условия, это футбольная площадка, это идея, которую он придумал, сделал и воплотил. Ну и это, мне кажется, возможно только летом, только на улице, и только вот в таких условиях, да. И, по-моему, тут художники, режиссеры больше свободных. Тут просто, ну, ты знаешь, тебе не надо делать спектакль для все сезоны, или два, три, четыре, пять сезонов. Тебе надо делать спектакль для... Который ты любишь. Пять. Пять показов, да. Да, и это дают какое свободное тоже для... Ну да, тебе не нужно думать о том, где потом собирать зрителя, тебе не нужно думать о том, чтобы всем понравиться, чтобы была максимальная аудитория. Тебе об этом не надо думать. Ты делаешь то, что хочешь для города, который ты любишь, и в компании, в которой тебе хорошо. Да, да, да. Вот так, да? Угу. Ну, здорово. Ну, расскажи, пожалуйста, значит, четверг, четвертая... Август. Август. Я так задумалась. Думаю, четверг, четвертая. Август, да. Четверг, четвертая августа, да. Начинаете вы одним спектаклем, это надо вечером приехать к Паумеру и посмотреть спектакль про футбол. Угу. Про то, как Латвия вдруг обрела, как сказать, ощущение бесконечной победы. Да, 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 да. Которая быстро кончилась. Да, 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 да. Ну, это, по-моему, актуально, очень актуально. Слово и чувство победы, все знаем, что это сейчас. Но это тут, конечно, спорт. Ну, да. Ну, это же очень объединяет людей. В какой-то момент просто понимаешь, что действительно это как-то, это то, что объединяет людей, то, что освобождает людей. Угу. Ну, вот так. Потом. Да, извини, пожалуйста. Это же девиз Олимпиады, который затрёпанный, но на самом деле очень точно. У спорт и мир. Да. Потому что это невозможно себе представить в других условиях. Ну, конечно. Конечно. Ну, так. И потом, если это большой концерт, это будет суббота. Называется по-латышски «Цитудзесму святки». Другие песни. А, другие песни праздников. Другие праздничные песни. Другие песни. Другие песни для праздников, да? Да. Угу. Это будет как концерт, как форма, как большой кор и оркестра. И хорошие композиторы делала новой версии латвийской андерграунда группы из... Классно. 2000 лет. 2000-2007 годов. Ну, как 10-12 лет назад. 20 лет назад. Ну, когда был миллиниум. Да, да, да. Когда я был школьником, Яковс Ниманис, Эдгар Смэканс, Эмил Зилберц, Платонс Буровицкис, Сабина Тезбер, Оскар Схерлинч. Все сейчас работают в театре. Есть театральные композиторы. Хорошие театральные композиторы. И есть, и тоже делают симфонические музыки. И так, и так, и так. А они все были андерграундисты. Андерграунд. И тогда не было вот Spotify. Были только концерты и фестивалы. И тут была возможность послушать другую музыку. Музыка, которая по радио не играет. И панк-рок, хардкор. И так. А в формате будет как будто бы песенный праздник. Да, да, да. И музыка очень хорошая. Платон Буровицкий делал «Газов в Латвии». Это индустриальная музыка. Он делал для оркестра. Оркестра Рига. Это, ну, не знаю как. Воздух это, но. Ну, духовой. Духовой, да. Оркестра, да. Вот такой. И актер Мартин Шмеерс, он очень хороший режиссор по… Ну, у него слух хороший. Юмор. Как он делает такие концерты. И так, ну, он яркий и открытый. Но он чудесный актер еще. Да, 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 да. И он делает этот концерт как перформанс такой будет. Ну, я думаю, это будет большой праздник. Песни все по свободу. Как молодой человек думает. Какие могут быть песни у молодых андеграундных композиторов, исполнителей. Ну, вот. И, ну, вот это самые интересные, конечно, как сегодня. Они как профессиональный композитор посмотрят на это время и делают вот такие классные музыки. И это в субботу поздно вечером. И это прекрасная площадка. Да. Большая эстрада. А скажи, это второй раз вы используете большую эстраду? Да. Первый раз это играл, Элмар Синьков сыграл вот эти эс-сапиани. Да, тут был маленький. Электронные такие люди немножко, люди нового поколения. А сейчас такой открытый праздник. Тут все как нормальный фестиваль. Песенный праздник, да. Пиво. Пиво. Ну, Валмерская, конечно, как еще без него. Да, конечно, Валмер мы же, да, самые хорошие. Ну, так, ну, конечно, вот такое, как атмосфера абсолютно свободная и открытая. Театр как праздник. И музыка, и так. Ну, по-моему, это будет самый лучший музыкальный спектакль этому, как году. Ну, уже мурашки. Да, по популярной музыке. Ну, вот так. Потом опера будет. Да, да, вот расскажи мне об этом. Ну, вот Катрина Нейбурга. Была идея, была идея делать спектакль после, 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 ярно, ярно рил историю. Ну, потом делал команду и понял, надо делать оперу. И есть Анна Тирсе, есть Кристина Бринене и Клаус Меллес. Ну, такие, ну, грандовые. Каждый из них, каждый из них уже состоявшийся художник. И они объединились в одну компанию, чтобы делать спектакль. Да. И вот этот спектакль будет открыт тоже, ну, или делать ходспот. В Алмире мы открываем старую кочегарку. Ну, там, где делали, ну, как, где работал когда-то Виктор Цой, когда он был никому не нужен. Он же был кочегаром. Да, да, да. И вот в центре Валмире была такая вот старая кочегарка, и все механизмы убрал, и сейчас будет место для сегодняшней культуры. такое, не знаю, спектакль. Такое новое арт-пространство, да? Да, 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 да. Ну, как все Европы, как все большие, большие городы. То есть этот спектакль будет в пространстве, который сохраняет город как художественное место. Не просто вот разовое, да? Да, но оно будет открыто, это место, как, ну, для зрителей. Ну, следующий год тут было один мастерский архитектор, ну, тут такая инсталяция была, ну, вот сейчас тут будет спектакль. Ну, тут якобы снимались, и Максим Шентлев сделает инструменты из лед, и так, и так, и так. Ну, тут радиокорис, очень визуальный, конечно, все, ну, такое, ну, современные-современные опера и театр. Ну, вот. Ну, такой, скажем, музыкальный перформанс будет, да? Да, 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 ну, они сами скажут, ну... Они сами говорят, что это опера. Современные оперы, да. Ладно. Ну, такой, вот, музыкальный, да, спектакль. Так, потом, Том Стрейнис, он сейчас... Да, он же каждый год делает у вас что-то интересненькое. Да, 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 да. Он сейчас работает в Волмирский театр как режиссер, и он актером с театра делает абсурд, так, надо помогать, ринда, как в русском. Ряд? Ряд, да. Ряд Лидла, ряд Паспорт, ряд, ряд, ряд. Почереди, да, вот эти вот? Да, да, да. Про то, как люди в ряды выстраиваются, да? В советское время ставили куда-то, колбасу. Ну, все тогда стояли, да. Ну, то есть очереди в разных ситуациях. А сейчас тоже. В Лидл, например. Очередь, да. А за паспортом в ПМЛП? За паспортом, да, 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 да. И так, и так, и так, и так, и так. В ковидом это, ну... Да, когда все надо было стоять через два метра. Абсурд сегодня будет. И это будем играть, где наш клуб, клуб, мультиклуб. И тут тоже, когда клуб открыт был, тут это ряд и было. Ну, клубные, клубные очереди, например, в Америке. Это же просто все знают, да? Когда стоит бодигарда, никого не пускают. Ну, вот-вот-вот, ну, такой. Ну, и тут больше актерские, как драматические ситуации, и так, и так. Тут центр, как больше, это актерская игра. Тогда потом... Ну, это как раз актеры Валмирского театра, да, будут? Да. Потом Плаушас, это будет танцевый спектакль. И Мессе Митчуле, тоже режиссер из Валмир, и Лена Степана, и Дирт Сбисенекс. Тоже хорошее имя. Ну, я через ваш фестиваль каждый год открываю новых хореографов. Да. Каждый раз приезжаю, кого-то для себя открываю на вашем фестивале. Ну, вот. Ну, так мы делаем это место для танцевых спектаклей, всегда есть. Ну, я так вижу, это очень важно дает сцену для этой минуты. Ну, да, потому что... Ну, следующие... Нет, три года назад тут было, по-моему, Кристина Бриняна работала за спектакль. Ну, в 2020 году делала Геддиня, делала для Элмара, и... Санты, Кристиани Санци и Ева Санта делала свою спектакль. Да. Ну, тут был... А в прошлом году Геддиня делали этот танцевальный детский спектакль около дома. Да, нет, это не Геддиня, а Геддиня танцевала. Они танцевали оба, да. А делал... Ох, тоже, извините. Но, может быть, вы его будете повторять в следующем году, как детский спектакль. Мы тогда можем его увидеть. Да. И потом... Да, 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 да. И тут это будет на тур. Потом Туви Аталия, не знаю, как по-русски сказать, но тот работает, этот спектакль делает одна из самых молодых режиссеров Латвии, Элиза Домбровска. Она делает музыкальный спектакль, Дерти Дилдил. Ну, я видела ее спектакль, этот заход, как это, заход на востоке или рассвет на западе, как это назвалось, я не помню. Да, 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 да. Ну, вот, и она... Аустрами, это восток, да? Да. Она свою коллегу Кирилл Сецис, один из... Из группы, да. Из группы... Поэтов и музыкантов. Да, АЛЕС. АЛЕС и поэт, он хороший. Они делают такой поэтический театр. И Иварс, как раз, тот из Нового Рижского театра актера, да. И коллеги Герц Лопашко, тоже из самых молодых Нового Рижского. Ну, то есть они собрали такой тоже милик сразу. Такая комбинация музыкальные и музыкальные коллеги. Актеры музыкальные. Это будет новая музыка такая. Тоже музыкальная. Новая музыка и новая поэзия. И поэзия в этом и время. И поэзия. Да, да, и поэзия. Но Кирилл Сецис, он же был один из авторов спектакля, который тоже был очень известный. Да. Это, знаете, Кумиги? Да, когда просто вместо него играл другой актер, потому что Кирилл Сецис учился в другом месте. А спектакль-то был у нас одним из авторов. И тот спектакль ведь очень важным стал для Латышского театра. Он как-то очень многое изменил. Ну вот, и потом будет Мария Зибенц, о которой он говорил. Да, это спектакль про гендер, про взросление, про ощущение себя и про любовь и ревность. Да, ну такое. И потом будет Хамока коммуна. И это спектакль для детей. Но тут интересный момент. Янец Знотинчка. Он работает, и мы делаем в Алмире каждый год сейчас такой институт детский спектакль, детская аудитория. Это, ну, делать детский спектакль, это как, ну, другое. Дети не маленькие люди. Дети самые психофизические, все процессы. Да, как они открыты новому, как они... Какая аудитория для 4 лет, для 10 лет, для 12 лет. Как говорить с разными детьми, да? Как говорить, какие символы, какие темы, какие эмоции. Тут очень много. И мы делаем такой вот мастерской, неделю. Они работают, делают скизы. Мы делаем много... Мы организируем много этих лекторий, говорят это все. Ну вот. И она, это Сабина Озолина, тоже молодой режиссер, курсник Элиза. Она вот делает этот спектакль «Хамок Комуна». Вот через это все институт. Две годы она тут была как студент. И сейчас она делает этот спектакль. Уже с какими-то базовыми знаниями она будет работать с аудиторией. Смотри, что я хочу тебя спросить, потому что я скажу вам всем секрет. У нас тут немножко душно. Я, например, уже начала немножко плыть, так скажем, просто из-за погоды, из-за всего. Я хочу вот тебя о чем спросить. Когда-то, когда я первый раз попала на твой фестиваль, я поняла, что это такое высказывание еще плюс поколение. Ну то есть высказывание, такой statement of your generation в театре. Да-да-да. Это высказывание поколения твоего в театре. Те, кто, как ты говоришь, были подростками в миллениум, кто вырос, видел, как менялся театр. И кто пришел сейчас с определенным багажом уже, творческим опытом, работы в разных театрах, работы с разными людьми. И у кого свои семьи, свои дети, свои друзья. И вы собираетесь и делаете вот как бы выжимку всего этого в этот месяц в Валмере. Правильно? То есть вы получаете сами удовольствие от того, что вы делаете, а зритель, который подключается к вам, он автоматически получает удовольствие, потому что вы щедро этим делитесь. И я хочу сказать просто всем, кто сейчас живет в Риге, у кого там, не знаю, 30-40, там меньше, больше. Ну, такой период, да, там между 30-40, и те, кто моложе, и те, кто постарше, тоже присоединяются. Берите детей, берите палатки, потому что гостиниц нет, или бронируете какие-нибудь мужи рядом, да, какие-то гостевые дома, которые есть. Езжайте в Валмеру, билеты пока, я так понимаю, есть еще на какие-то, не на все уже, на что-то уже нет, наверное, но на какие-то спектакли есть. 8 спектаклей в день, по-моему, да, в программе, 7 или 8 спектаклей в день. Они идут параллельно, они идут один за другим, вы можете сесть и выбрать, в какой день вы что посмотрите. Можно посмотреть, уехать на 4 дня и посмотреть всю программу, да, выбирая там, в какой день, когда вы посмотрите что-то. Да, 3 дня и можно посмотреть всю программу. Да, ну, если в четверг вечером приехать, еще можно застать спектакль про футбол, который прекрасный. И не зря он, в общем, так держится в памяти людей. И вы просто попадете в атмосферу, которая не только спектакли, а атмосфера самого города, в котором все бегут с площадки на площадку. Все ищут по карте, куда следующий, где у него следующая точка фестиваля. Где все встречаются в двух кафе, которые есть в городе, и пересекаются там во время обеда. Где вечером будет клуб, в котором можно будет танцевать. Да, да, да. И дети тоже там могут танцевать, я так понимаю, никому не запрещено. Очень открыто место, да. Поисконтроля нету жесткого возрастного. Поисконтроля нет, да. Все открыто, все очень радостно и счастливо, и город прекрасный. И я вам очень это советую сделать, потому что все, что ты сейчас рассказал, это очень вдохновляет. И очень располагает к тому, чтобы в этом поучаствовать. Я прям завидую вам. Верно. Ты сам себя завидуешь. Да. Ну хорошо. Ну что, хорошо. А про театр мы поговорим с тобой осенью. Можно я тебя позову поговорить о твоих спектаклях? Да. Хорошо? Это будет отдельная история. Да, супер. Потому что там тоже есть о чем поговорить, и одной встречи нам точно не хватит. Спасибо. Валмерс 4 по 4, 5, 6, 7. Шестого большой концерт вечером в субботу. И большая программа на сайте. Валмерсфестивальс.лв. А так у вас ведь логотип Вассара Валмерс. Ну, как полное имя Валмерс, Вассарас, театр, фестиваль. Да. Ну, тут все. В, В, Т, Ф. Да. Такой логотип. Да. Угу. Ладно. Так что, езжайте. Супер. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Валмеры. До встречи. Валмеры. Спасибо. Всего доброго. Радио Болтком.